Ну, в завершение, да, такое небольшое послесловие, мое личное отношение к диагектике и к методологии. Конечно, то, что мы говорили ранее, вот в предыдущих коротеньких лекциях, это, конечно, именно такой образовательный контент, да, содержание, которым исследовательские задачи, конечно, идут, ну, как бы вторым фодовым режимом. Вот, тем не менее, на мой взгляд, конечно, спекулятивное мышление, пробежал, спекулятивное мышление, на мой взгляд, именно через, несмотря на все формальные такие неточности, формальные в смысле несоответствующие ряда требований исследовательских для тех, кто занимается разработкой диалетического метода, вот, вся эта метафора зеркальности, она, конечно, метафора, она иллюстративна, вот. Но, на мой взгляд, там есть определенное зерно и содержание, которое может быть понято, я имею в виду неточность, это вот эта позиция бытия и сущности, да. Да, потому что вот то, что мы ранее говорили о этом переходе, да, то есть вот эти два взгляда, о-хо-хо, о-хо, вот эти два взгляда, которые отсюда, отсюда. Я занимался рисованием, вот. И, собственно, переход, да, осуществляемый здесь и потом удержание этого в цельности непредставимое. То есть в данном случае речь идет о чем? О том, что из бытия мы переходим в сущность. Но когда мы возвращаемся исходно сюда, мы уже утрачиваем способность представлять, то есть никакая схема здесь уже не работает. То есть мы как раз ходим в область понятия. Вот. Но зеркальность, она работает только вот из этой позиции, то есть из позиции, в которой мы вот эту рефлексию в себя осуществляем. Это каждый из сторон как бы в себе содержит свою вину. Вот. Не переходит как на уровне бытия, да, а именно рефлексирует, соотносится. Вот. Но, тем не менее, обратный ход – это выход уже в понятие. И несмотря на то, что вот эта вся такая некая нестрогость, выразительность, подчиненность вот этой метафоры образовательным целям, тем не менее, на мой взгляд, эта гипотеза, которую в данном случае я высказываю, она заключается в том, что в ней, вот в этой вот зеркальности, идее зеркального отношения, можно нащупать некую точку пересечения и диалога, взаимопонимания между, например, классической философией, или точнее, диалектической философией, спиктивной философией и современной философией, ну, скажем, постмодернистского толка, там, лициделиоза, со всеми его герциссами, связанными с логикой смысла или анализа, или примером, который он приводит в связи с Юси Кэрова, да, и Алисой Страны Зеркалья, там вот это все. А вот мне кажется, это не случайно, и эта метафора может позволить, смысловая метафора, содержательная, позволить увидеть некие формы пересечения или точки взаимодействия, в которой мы можем понять, обогащает постмодернистская мысль диалектику чем-то, да, или она просто по-своему усваивает, да, поскольку, ну, такая, не знаем, как это говорят, широко известный в узких кругах ход от этого к этому. Вот, ну, для меня он абсолютно очевиден, просто я видел, как это происходит там в истории философии, когда, в общем-то, дипломированные критики Гегеля с очень хорошей научной репутацией мировой на самом деле лопаются об эту фигуру, и это не случайно, потому что, ну, на самом деле своего оппонента, особенно такого, как Гегеля, лучше все-таки воспринимать всерьез. Спокойней будет. Вот, ну, самый простой пример, и этот, ну, я сейчас немножко говорю по поводу постмодернизма, это относится к ним точно так же. В качестве такой дипломированного критика Гегеля я могу взять совсем обоснованное, я занимался предметно философией Карла Поппера, ну, вот его подходом. После того, как я столкнулся с статьей Кауфмана, и потом был опубликован перевод этой статьи, конечно, мягко говоря, все, весь тот блеск и некая такая респектабельность мыслей Карла Поппера, конечно, сыпется. Ты видишь, на самом деле, по сути, что король-то голый. И вся та, такой некий опломб понимания диалектики сыпется, и человек, на самом деле, демонстрирует полную свою некомпетентность в тех вещах, о которых он говорит. То есть, по сути, он занимается манипуляцией или мифологией, сродни там какой-то билетристики. Ну, Карл и Коппер, на мой взгляд, такой яркий представитель, яркий такой образ критика без критики. Но, тем не менее, да, одним из таких очень важных современных проблем, на мой взгляд, это как раз-таки, может быть, не налаживание диалога между классической и неклассической философией, но попытка увидеть некую преемственность. Или, по крайней мере, попытка или задача увидеть, а, собственно, как они вообще говоря взаимодействуют. Действительно, есть ли какой-то шаг вперед, или мы можем в какую-то догматическую позицию войти и сказать, не обязательно Гегелем остановиться, сказать, что все было сказано до нас еще Платоном. Хочется думать, и это моя гипотеза, что все-таки шаг вперед делается. И несмотря на те, кто утверждает, что философия Гегеля – некая вершина развития философии, и для этого есть все основания, чтобы так утверждать, и в каком смысле это конец, такое логическое завершение, смысловое завершение философского истории философии. Тем не менее, я выскажу гипотезу, что все-таки критики, но не критики в духе Поппера, а критики, которые воспринимают свои оппоненты в данном случае философии Гегеля и последующих мыслей, которые продолжали его работу, всерьез, они являются теми, кто развивает и дело философии, и, собственно, дело самой диалектики. Это гипотеза, которая требует доказательств. Я их сейчас пока не могу предъявить. Могу предъявить только, как это водится, в таких весьма салонного типа беседах, цитату из источника. На самом деле, очень хороший источник – это Декомп, его знаменитый сборник из двух работ «Тождественное и иное», где он говорит о французской философии и знаменитая, опять-таки, знаменитая, широко известная в узких кругах цитата о Мерлопонтии, в которой он говорит о Гегеле, который стоит у истоков всего великого, что было в современной философии, начиная от марксизма, психоанализ, эссенциализм и так далее. Поскольку он первым, например, предпринял такую попытку исследовать и включить иррациональное в разумное, вообще нащупать эту границу, если вы почитаете, например, ту же самую феноменологию, вы увидите, насколько она резонирует с современным взглядом на разум. Это не случайно. То, что сам Гегель писал, например, о неком специфическом опыте ипохондрии, который стал следствием переживаемого им опыта открытия того, что он зафиксировал, собственно, в феноменологии. То есть, когда он завершал ее, он писал своему другу об этом опыте странной трансформации. своего «я», когда он говорил об утрате этой абстрактной конечной формы самосознания и вот такого радикального, по сути, универсализации взгляда, потери индивидуальности в дурном смысле слова и обретения подлинного личностного всеобщего начала как основания личности. Ну, это уже мой перефраз. Тем не менее, подобный опыт, например, можно найти у… То есть, я подчеркиваю, что вот это включение, это включение не внешнее, да, как бы сам Гегель этим опытом, этот опыт имел и пытался его осмыслить. Если мы вспомним хотя бы тот же момент, связанный с тем, что у Гегеля, ну, вообще теологическое, да, первое образование и, собственно, вот эта направленность. То есть, религиозная интуиция – одна из фундаментальных интуиций, которая проходит сквозь всю его философию. И он не разрешает, да, в одну или в другую пользу наука или религия. Сама его философия, сама его особенно логика – это именно попытка удержать в единстве то, что на самом деле традиционно считается несовместимым. Ты либо разумен, либо безумен, да, как-то так. На самом деле, очень часто это имеет гораздо более сложные формы взаимодействия. И в этом, мне кажется, одна из таких неприходящих значений этой философии. И, ну, наверное, одним из вызовов современности мне представляется, особенно в свете, сейчас мы с Мариной раскопереводим текст сборник статей по философии языку у Гегеля, да, Гегель язык, так он называется, по-моему, 50-го года. Вот. И как раз здесь следуются вот эти вот все вещи. Видно, как, собственно, чисто аналитический взгляд, и много авторов постмодернистского толка, аналитического толка, как они переосмысливают подходы Гегеля, опонируя, или, наоборот, даже защищая его, но все равно видят вот это неприходящее значение открытий, которые были сделаны в его философии. И мне представляется это очень важным, особенно сегодня, когда, ну, зачастую абстрактные взгляды и на философию захватывают массы или кафедры. Вот. Мне представляется очень важным вот эту ниточку протянуть от классической философии к современной, и увидеть, собственно, есть ли этот диалог, или есть некое вот некое лишь отрицание, да, чисто метафизического, хотя самоделекий орган претендует на антиметафизику, чтобы быть не метафизикой. Вот. Мне представляется в этом, в этой задаче лежит что-то спасительное, может быть, и для современного мира. Потому что то мышление, которое демонстрируется в диалектической логике и зафиксировано, оформлено, мне представляется то, что столь жизненно необходимо для, в принципе, современного человека. Со всеми современными технологиями, манипуляцией, работами со знанием и так далее. Вот. Это вызов серьезнейший, и весь вопрос, сможем ли мы, да, мы, я говорю в данном случае, уже о профессиональных и ученых философах, да, принять этот вызов всерьез, увидеть его и распознать, да, в своей собственной деятельности. Ну, собственно, зеркальная гипотеза, о которой я здесь попытался рассказать, на мой взгляд, может стать таким концептом, вокруг которого мы можем нащупать, например, взаимодействие с модернистской, например, классической философией лицегитра. Потому что всю классическую традицию, безусловно, философия Гегеля очень ярко и, на мой взгляд, напряженно, если не удерживает, то, по крайней мере, если не снимает, то удерживает в своей сердцевине. Вот. И в этом смысле можно было бы продолжить это в каком-то следующем моменте, вот, разобраться. Надеюсь, будет для того время и возможности. Вот. Большое спасибо за внимание. Очень надеюсь, что данные коротенькие лекции были чем-то полезны для... Спасибо большое. Всего доброго.